В мире воспоминаний годы, как люди, у каждого свое лицо. 56-й год особый. В нем радость щедрой жатвы и мудрость большого посева. Жатва – это плоды десяти послевоенных лет. В тот год был принят закон о сокращении рабочей недели на два часа. Зарплата не снизилась. Больше того, реальные доходы каждого выросли. Потому что стало бесплатным образование от школы до вуза. Открылись первые школы-интернаты. В тот год был принят закон о пенсиях. Они стали значительно больше. Увеличились отпуска по беременности и родам. Все это тоже оплачено послевоенным трудом. Всего десять мирных лет. А мы стали втрое богаче. Великий работник этот мир. Он умеет согревать очаги. Правда, очереди не только за подписными изданиями. Спрос опережает. Но истинный дух времени – иные скорости. Первые турбины Куйбышевской гидростанции набирали обороты. У этой огненной ленты скорость курьерского поезда. Новый прокатный стан Уралмарзавода. Новый электровоз. Больше ста километров в час. Первый в мире пассажирский реактивный самолет Ту-104. Без малого скорость звука. А здесь скорость близкая к световой. Мощнейший ускоритель элементарных частиц в Дубне вступил в стройку. Это тоже примета времени. Мы предложили отказаться от испытаний ядерного оружия. Чем ответил Запад? Взрывом военного психоза. Готовьтесь, человечество на краю катастрофы. Готовьтесь, мы песчинки в земной юдоле страдания. Все кричало «Спешите жить!» Социальные проблемы? Не углубляйтесь. Завтрашний день? Это слишком сложно. Спешите жить! Метали с песчинки, гонимые страхом. Вот атомная тревога. Зачем эта истерика? Кто им угрожает? Никто. Но страх делает людей послушными. Богу, капиталу, сильной личности. Взгляните. Агрессивные блоки. Североатлантический пакт НАТО. Военный блок в Юго-Восточной Азии. Театр. Багдадский пакт. Карта засижена их военными базами. Но им мало. Написано «не мешать». А надо бы. В штабе НАТО планируют новые базы. Еще одна сеть. Тайная. Шпионские школы. 100 миллионов долларов в год на подрывную работу в странах Восточной Европы. На диверсии. На организацию контрреволюционных мятежей. КОНЕЦ И все это нацелено суда. Атомные лодки на позициях. Бомбы на борту. Нет. Бог войны не разучился отливать золотые слитки. Но иной стала земля людей. Вот он. Надежный щит обороны. Советские истребители. Такой техникой располагают и страны народной демократии. Польские военные моряки на учениях. Это советские десантники. Советские ракетчики. Вот он. Карающий меч возмездия, который настигнет агрессора в любой точке земного шара. Есть и другая грозная сила. Воля народов к миру. Пройдет немного времени, и они развалят Багдадский пакт. Начнет трещать по швам и сиатовам. Силы мира объединялись повсюду. Советский Союз нормализовал отношения с Братской Югославией. Москва тепло принимала президента Тито. Силы прогресса крепли. Совет экономической взаимопомощи начал координировать хозяйственные и научные планы социалистических стран Европы. Создан объединенный институт ядерных исследований. Установлено регулярное воздушное сообщение с Германской Демократической Республикой. В Москве открылась выставка демократического Вьетнама. Первая международная выставка молодой республики. Художественный промысел и традиционная продукция сельского хозяйства. Но эти плоды собраны с земли, которая стала собственностью вьетнамских крестьян. Они никому ее не отдадут. Крепла мощь социалистического содружества. Это рождало уверенность у народов земли. Новую мировую войну можно остановить. Можно. 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 Стремление Советского Союза к разрядке международной напряженности, к сотрудничеству со всеми народами, общеизвестно. В октябре в Москве будет подписана декларация о прекращении состояния войны с Японией. Советский Союз откажется от репараций. Еще пример доброй воли. Территория советской базы Порк-Калаут передана Финляндии. Последний пограничный столб. Сердечные проводы. Демонстрацией достижений советской культуры стали поездки наших артистов за рубеж. Концерты Когана и Ойстраха гвоздь парижского театрального сезона. В Лондоне сенсация. Советская армия отлично владеет языком искусства. Выступает ансамбль Александрова. Настоящее открытие для Запада советский цирк. Сестры Кох. Олег Попов. Филатов. С партнерами. Наши танцевальные ансамбли, оркестры, театры выступали на крупнейших площадках мира. И для многих зрителей это было первым радостным знакомством с духовной красотой великой страны социализма. Мы с приветом встречали у себя прогрессивных деятелей Запада. Вот английские музыканты прибыли с ответным визитом в Москву. Дирижирует сэр Артур Близ. Милости просим. Американская Эвремен-опера в Киеве. Идет музыкальная драма Гершвина Порги и Бесс. Добро пожаловать. Выставка выдающегося художника современности Пабло Пикассо. Еще одно знакомство. Англичанки считают, что мода – дело чрезвычайно серьезное. Разве они не правы? Французские парикмахеры у своих ленинградских коллег. Что-то вроде обмена опытом. Президент Международной Федерации прически на высшем уровне. Месье Жан Клемон в ударе. Здесь умеют ценить изящные работы. В этом году апофеоз успеха и высшее признание в мире за большим советским балетом. Попробуйте достать билет на Жизель Сулановой. Культурные контакты очень помогают людям узнавать правду друг о друге. А мнение западных политиков мистера Даллеса, президента Эйзенхауэра, что на Западе умеют, так это улыбаться. Ослепительно, профессионально. Какие зубы? Вы еще увидите их в действии. Разумеется, главная арена соревнований двух систем – экономика. Советскую технику, машины, оборудование покупали уже многие страны. Необычный кавалер Ордена Трудового Красного Знамя, американский инженер Джордж Морган, приехал в гости. Четверть века назад он помогал нам строить магнитку в немосковское метро. А теперь его коллега, мистер О'Коннер, покупает лицензию на советский турбобур для нефтяных скважин. Новые времена? За рубежом многие годы безуспешно бились над созданием подобной машины. Советская научно-техническая мысль стала одним из признанных мировых авторитетов. О замечательных победах социалистического строя говорили делегаты 20-го съезда. Рабочие и крестьяне, инженеры и ученые, литераторы, художники, молодежь, старые большевики. Они представляли здесь многонациональную ленинскую партию семимиллионного руководителя советского народа. Народа, поднявшего страну на такую высоту, откуда зримые широкие горизонты на пути к коммунистическому обществу. Но с той же высоты стали заметнее временные неудачи и ошибки. Наш путь суров, как песня борьбы. Из песни слова не выкинешь. Партия осудила то, что было чуждо социалистическому строю и мешало ускорению темпов развития. ЦК решительно выступил против чуждого духу марксизма-ленинизма культа личности, который превращает того или иного деятеля в героя-чудотворца и одновременно умаляет роль партии и народных масс, ведет к снижению их творческой активности. ЦК принял меры к тому, чтобы восстановить справедливость. Невинно осужденные люди были реабилитированы. Первостепенное значение имело восстановление ленинского принципа коллективности руководства. Необходимо, чтобы наши партийные, государственные, профсоюзные организации бдительно стояли на страже советских законов, сурово пресекали малейшее проявление беззакония и произвола. Решения 20-го съезда стали программой нового подъема коммунистического строительства и развития советской демократии. Первым ответом народа съезду как бы первым движением сердца были энергия, творчество, инициатива. Если говорить о самом характерном для того года, то это прежде всего активизация социально-политической и духовной жизни страны. Один из примеров новой подъем науки, особенно кибернетики и генетики. Спор о веществе носители наследственности давний спор. Но в тот год генетики экспериментально доказали, что оно существует. Положение в биологии напоминало. В борьбе научных мнений последнее слово должно принадлежать практике. Между тем, практика уже получила лучшие гибриды кукурузы. В них труды наших ученых Соколова, Хаджинова, Козубенко. Руки человека сильны. Они еще сильнее, когда умны. Этот человек заменил 7000 землекопов. Мощь его рук родилась в тот год в Свердловске на Урал-Тяжмашин. Мы выпускали много хороших машин и автоматов. Целые заводы ставили трудовые рекорды. Но отдельные отрасли не выполняли плана. Строили медленно. не только из-за ручного труда. Взгляните сюда. Простой. 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 Управленческая неувязка. Но не стоит спешить с выводами. Были у нас образованные специалисты и талантливые организаторы. Лучше посмотреть вокруг. Велики просторы страны. Не окинешь взглядом. Так мы говорили. Пришло время сказать иначе. Колоссальное хозяйство не охватишь мыслью. Эра механических рук заставила и мозг человека требовать себе могучих помощников. Этот человек тоже заменяет тысячи работников. Только не землекопов, а вычислителей. В тот год начала работать наша первая БСМ. Быстродействующая электронная счетная машина. 8 тысяч операций в секунду. Ее главный конструктор академик Лебедев. Машина сделала первый перевод с английского. Именно такого скорого Толмача ждал поток технической информации со всего мира. Машина помогла и синоптикам. Погоду ведь тоже считают. Как молот умножает работу руки не заменяя ее, так думающая машина становится помощником мозга, а не его соперником. 20-й съезд призвал скорее использовать достижения отечественной и мировой науки. Это стало новым этапом научно-технической реконструкции. Электронная промышленность требовала сверхчистых полупроводниковых материалов. И они были получены. Но этим, понятно, не исчерпывались проблемы технического прогресса. В тот год советская школа химической физики получила международное призание. Впервые нашему ученому академику Семенову была присуждена Нобелевская премия по химии. Николай Николаевич Семенов создал современную теорию цепных реакций. Его идеи помогали рождению синтетических материалов. Прежде у нас много зерна и картофеля шло на технические нужды. Но химики научились управлять цепными реакциями и вот дешевым сырьем для синтетики может стать газ. В тот год от Ставрополья к Москве пролег крупнейший газопровод в Европе. 1300 километров. Нефть и газ обеспечивали взлет советской энергетики. Но та же щедрость недр теперь могла поднять индустрию новых материалов. У академика Семенова сотни учеников и в этом он тоже верен своей теории. В наше время науку можно творить только коллективно. Время деменовых одиночек безнадежно прошло. Только коллектив и при том коллектив такой где каждый является творческой личностью. И где общие творческие усилия сливаются воедино. Только такой коллектив не может достигать больших результатов. Представители первого поколения школы Семенова Академик Академик Кондратьев Профессор Налбандян Второе поколение А это уже третье Тоже цепная реакция живая бесконечная как бесконечное наше стремление к познанию Мы все хотим знать И есть ли жизнь на Марсе Астроботаник Тихов например утверждает что есть И как передвигались скифы Вот нашли колесницу скифов Ей две тысячи лет И чем скифы украшали свое жилище А самая большая загадка Земли Антарктида Таинственный континент неприветливо встретил нашу первую комплексную экспедицию Была создана береговая база Ее назвали мирной Позади десять тысяч миль и миллионы лет истории В Антарктиде ледниковая эпоха Вот такая погода девять месяцев в году Ученых интересует как же работает крупнейший холодильник Земли Первый санно-тракторный поезд отправился вглубь континента Труден каждый шаг А впереди четыреста километров И большая высота Не хватало кислорода и людям и машинам Но вот основана станция Пионерская Четверо остаются Они будут работать Коротать тревожный досуг По фронтовому сдвинут кружки в годовщину октября и дождутся смены Но это будет А сейчас они остаются и не знают как все получится В мирном продолжалась научная работа исследования Открытия Самые неожиданные знакомства Камера рвалась из рук оператора а он снимал чтобы все узнали как до последней минуты был верен долгу тракторист Иван Хмара Камера Так жили советские люди в этой трудной командировке И как все командировочные очень беспокоились о доме А дома зрел небывалый урожай Самый высокой за всю историю страны Эта целина платила нам за труды На недавнем ковыле разливалась новая жизнь ЦК комсомола призвал молодежь на уборку целинного урожая Так начинали свой первый трудовой семестр студенты МГУ Ленинградцы москвичи киевляне минчане все стали здесь земляками и всех хлеборобами Казахстан дал миллиард пудов Прежде едва набирал десятую часть Право же нет ничего торжественнее чем этот золотой поток рождаемый щедростью земного плодородия и великими трудами людскими МГУ 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 del МГУ были не только победы Велик урожай, да горьки потери. Коротко сибирское лето. Уборку не кончили, заледили дожди. Глядишь, там пшеница осталась в поле, тут подмоченная сгорела в бунтах. О грехе прошлого, вот причина целинных потерь. Мы выпускали много тракторов и комбайнов, и тем законно гордились. Но комбайном не кончается страда, а механизация на уборке, увы, кончалась. Дальше проклятый порожек, о который столько лет спотыкались хлеборобы. Деревне потому не хватало рук, что не было комплексной механизации, чтобы от комбайна до элеватора без мешка и лопаты того же не доставало и на целине. Урожайный год здесь остро напомнили о себе и бездорожье, и недостаток складов для зерна. Были и другие потери. Мы пришли на целину, когда время диктовало поднимать гектары. С реальным зерном было туго, но кое-кто вошел в раж, пошив все подряд. Добро поднимать плодородные земли, но зачем сдирать травяной щит с песчаных гриф? Заклубиться целина черными бурями и в засуху года 63-го вовсе не даст хлеба. О том предупреждали степные ветры 56-го. Время учило ценить каждый гектар. Но главное все же заключалось в том, что новый хлебный цех на востоке страны был создан и навечно. Вот почему преображение ковылей стало истинным подвигом середины века. Зато и горит на груди комсомола целинный орден Ленина. В тот же год волей партии мы двинулись и в голодную степь, поднимать другую целину, лобковую. Первыми шли строители. Здесь помнили об уроках зерновой целины. Не забывали защитить землю от набегов суховея и от горечи грунтовых вод. Каналы, дороги, артезианские колодцы, поселки строили одновременно. Земля, истомившаяся по материнству, не скупилась. Вода в голодной степи не только хлопок, фрукты, каракули. Она меняет весь уклад жизни. Где вчера была выжженная пустыня, сегодня новое жилье, парки, водные стадионы. А московские, киевские, минские ребята ехали дальше на восток. Туда, где за уральским хребтом лежала родная, великая, но так мало еще прирученная Сибирь. Прощались с привычными местами, чтобы в новых краях строить, осваивать, изучать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Кто они? Работяги? Романтики? Переселенцы? Это о каждом скажет сама Сибирь. А пока все просто попутчики. Распахнув глаза, глядя в окна, и открывается им задалью даль. Рубили в тайге новые трассы. Пришло время второго открытия Сибири. Не казацкой удалью Ермака. Гудело от моторов тайга. На территории Сибири могло бы поместиться три Индии. А чудес здесь и того больше. Сибирь единственное место в мире, где Соболь встречается с тигром, где шумят сады, где возделывают виноград и разводят оленей. Там жаркая степь, тут ледяная тундра. Земля, скованная вечной мерзлотой, может быть сказочно красива. В Аймеконе полюс холода. Утепляются и то льдом. Молоко хранят в глыбах. Температура воздуха минус 70. А в Забайкалье солнечных дней в году, как в Крыму. И песчаные барханы, и каменные стуканы, свидетели древней культуры. Самые полноводные и могучие реки, и самые бешеные. Триста рек питают самое глубокое озеро Байкал. Воды в нем больше, чем в Балтийском море. И все это в приданное одной ангаре. Внимание! Идет перекрытие ангары в створе Иркутской ГЭС. На плавной мост. Целая гора. Грунта, гранита, бетонных кубов. Вот что такое уздечка для ангары. Перекрыли за 28 часов. Теперь ангара будет работать. Строили ГЭС, а она построила город. В ангарске 100 тысяч жителей. Половина не старше 18. Полторы тысячи браков в год. 20 новорожденных в день. В Братске пока меньше. Зато плотина будет больше. Вот такая. С дом этажей под 40. Что такое крупнейшая в мире электростанция? Очень просто. Она соединит в себе мощь двух волжских гигантов. Куйбышевской ГЭС и Сталинградской. Здесь у Падуна и начиналась в тот год легендарная стройка. Обживались на новом месте. Первые городские улицы Нового Братска. Последние городские медведи. И непуганная еще таймень рыба. Из этих скал надо высечь искру под названием Братская ГЭС. Замысел. Создать крупнейший промышленный комплекс. Энергии ангарского каскада электростанций. Дать сталь, алюминий, машины, древесину, химическую продукцию. Природа приготовила обширное меню этому прожорливому колоссу. Строители железной дороги Братсклена не подозревали, что делают насыпь из железной руды. Так открыли крупнейшее Коршуновское месторождение. Теперь на нем горнообогатительная фабрика. А в 400 километрах открыли богатейшие тунгусские угли. Вот она, основа для новой металлургической базы страны. В Сибири все огромно. Если угольный пласт, так в 25 метров толщины. В Европе и трехметровая редкость. Если золото, то у него вот такой добытчик. Если редкие металлы, так считайте вся таблица Менделеева. И уж если в Сибири алмазы, то целыми россыпями. Все дальше уходят в тайгу геологи. Начато строительство Красноярской ГЭС на Енисеи. Открыты залежи бокситов для производства алюминия. И скоро страна узнает, Сибирь это к тому же моря нефти и газа. В своих планах мы, верные единству социалистических стран, учитывали также нужды китайского народа. Кратчайшим путем через Монголию пролегла новая железная дорога. Делегаты 8-го съезда Компартии Китая, собравшиеся в тот год в Пекине, высоко оценили бескорыстную помощь Советского Союза. Это был последний съезд. Через 10 лет две трети членов избранного ЦК будут ошельмованы и репрессированы. Именем Мао. Хунвейбины будут бесчинствовать у советского посольства в Пекине. Тоже с именем Мао. Тогда Мао Цзэдун говорил, надо уметь учиться у идущего впереди Советского Союза. Что ж, с этим трудно спорить. Опыт революционного преобразования СССР – отличный учебник. Живой пример – Сибирь, ставшая краем социалистического созидания. И это лишь одна из многих славных страниц советской жизни. В тот год на востоке страны заложили 100 машиностроительных заводов. А вчерашние новостройки расширялись. Алтайский завод выпустил 100-тысячный трактор. Норильск, забравшийся под 70-ю параллель, стал крупнейшим поставщиком цветных металлов. За рубежом его называли чудом 20-го века. Ледяная тундра На юге Якутии – Алдан, наш золотой цех. Он станет также городом угольщиков и металлургов. Будущее этого района сравнимо с Донбассом и Кузбассом. Шли эшелоны на восток. Но памятен нам и один встречный – поезд спортивной славы. Советская команда, победитель 16-х Олимпийских игр, возвращалась из покоренного ею Мельбурна. Ехали через Сибирь со своим золотым запасом – 98 призовых медалей. Незабываемые горячие дни Мельбурна. Тамошние газеты писали – Владимир Куц покорил Австралию своим бегом. Он сделал больше, чем многие дипломаты в понимании русского народа. Первая золотая медаль советской команды. А всего их завоевали 37. В Москве молодежь дал подарок – новый спортивный комплекс в Лужниках. Войны, как известно, ожесточают. Сколь же велика сила советского гуманизма, если, пережив три кровопролитных войны, мы сумели вырастить молодежь в духе дружбы и братства, верную высоким принципам человечности. Упрямая, пытливая молодежь 56-го. Она в тот год многое приняла на свои плечи. Многое сделала, чтобы приблизить коммунистическое завтра. Но было кому на земле страшиться и этого завтра и этих двух простых слов миру мир. Международная реакция восприняла прямой разговор партии с народом об ошибках прошлого как проявление нашей слабости. Венгрия – вот где решили испытать прочность социалистического лагеря. Контримационный мятеж. Шесть тысяч уголовников, выкушенные из тюрем. В руках – оружие. Но рабочие Чепеля, крупнейших предприятий столицы и венгерские крестьяне не поддержали мятежа. Начался разгул белого террора. Жгли книги. Убивали патриотов, коммунистов. Все говорило об опытной руке. Информационное бюро американского правительства заявило о поддержке мятежа. Когда надо показать зубы, на Западе умеют профессионально улыбаться. Через австрийскую границу переправляли оружие и харктистских эмигрантов, натасканных в Западной Германии. По просьбе революционного рабоче-крестьянского правительства Яноша Кадера советская армия помогла венгерским трудящимся. В несколько дней контрреволюционный мятеж был разгромлен. Попытка империалистов расколоть социалистическое содружество провалилась. Но они еще рассчитывали, что мятеж отвлечет внимание от агрессии на Ближнем Востоке. Израиль, Англия и Франция напали на Египет. Цель – захватить национализированный Суэцкий канал, свергнуть правительство. Самолеты над Каиром. Авиация, лот, танки обрушились на порт Саид. Египтяне назовут его «Малым Сталинградом». Здесь шли бои за каждый дом, за каждый этаж. Захвачен Синайский полуостров. Блокирован канал. Потопленные суда. Под угрозой жизненной интересы многих стран. Сжалось сердце. Будто дохнуло жаром мировой войны. Значит, не остановить. Действие пришел могучий щит. Руки прочь от Египта. Долой интервентов. Это голос советского народа. Наше правительство заявило о своей решимости сокрушить агрессоров применением силы. Интервенты вон из Египта требовали борцы за мир в Индии, Индонезии, в других странах. 11 ноября ТАСС сообщила о готовности советских добровольцев принять участие в справедливой борьбе египетского народа. Этого на Западе не ожидали. Решительная позиция Советского Союза заставила интервентов убраться во своя семья. Таков финал. Пусть не забывают его и сегодняшние агрессоры. Время и события говорили языком 20-го съезда нашей партии. Мир планеты в руках людей, но сберечь его дано только сильным рукам. Счастье каждый понимает немного по-своему. Артисты театра Эдремен-опера Элен и Эрл решили, что поженятся только в Москве. Может, они тоже вместе проживут сто лет, как супруги Мамедовой? Эти люди – репатрианты из Аргентины. Они вновь обрели Родину. А эти верны ее добрым старым обычаям. Но счастье приходит не вдруг. Сначала люди просто работают, отдаются научному поиску, творят прекрасное, любят друг друга. В тот год нас, советских, стало 200 миллионов. И мы твердо знали, высшее счастье заключается в том, чтобы Земля всегда была планетой жизни. Для нас, для потомков, для Вселенной. Дверь стучался в 57-й. Первый год космической эры. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!